поэтому у них получаются вот такие школы я не уверена что плохие школы за коррупцией техническое задание на проектирование должен давать учитель фасады красивые сделали а внутри теперь все строят школу региональной власти строить девелоперы строят меценаты благотворители но честно признаться я может быть не права но мне кажется что это все страшно уныло типовое стандартное откуда я это знаю у нас каждый год проходит этот build school большая конференция в которой показывает лучший проект к рубля построены за год я честно добросовестно осматриваю все школы и они к сожалению все такие же то есть образование куда-то там движется прогресс инновация а здание вот оно как у было коридоры классы класса так остается почему школы такие унылые типовые главная задача девелопера получить как можно больше выхода с одного квадратного метра неважно жилья земли и его задача сэкономить на всем потому что все это называется прибыль это раньше было так а тогда когда сейчас у нас же ипотека то смотрите какая прекрасная низкая сейчас как у нас все говорят у нас подъем девелоперских активов не знаю отчеты центробанка читать глупости потому что если вы сравните с европейской ипотекой в этом это глупости тем не менее скажите же что сейчас стало больше строить у девелоперов прекрасное время у них много есть возможности там чего-то возвести конкуренция возросла теперь вот одна компания спорим другой компании кучей жилой квартал лучше и может быть тогда они начнут строить приличные школы нет потому что мотив совершенно другой школа считается нагрузкой любой девелопер должен выполнить какие-то определенные обязательства и он не подходит к девелоперу я имею ввиду к вот этой территории как месту где он собирается жить он подходит к этому месту который строит как он собирается его продать понятно что вы знали наличие хорошей школы это кстати не обязательно здание не только здание это прежде всего там повышение вроде как будто бы цены на 1 2 процента не более чем я читал эти исследования то есть фактически какую бы ты не построил прекрасную школу это сильно на себе стоит на продажную цену не повлияет человека который заказывает проект школы должна быть мотивация какая если он строит для себя но для своего ребенка для своих сотрудников для тех людей которых он собирается целить эти дома это одно если он строит для чужих его главная задача сэкономить теперь в россии удивительно жесткие даже глупые эти нормативы причем эти нормативы иногда противоречат друг другу для того чтобы например сделать стеклянный фасад у школы ты должен пройти спецобъекты а мы это прошли это ужас да ты должен со всеми договориться потом сделать спецразделы потом утвердить это все потом еще раз скажем так пройти огонь в воду и медные трубы отец ничего не дает только удорожание больше ничего поэтому по пути наименьшего сопротивления ты берешь проектировщика который что-то там проектирует и он начинает там в режимах вот этих нормативов что-то делать теперь второй вопрос этот проектировщик где вот во всем мире проектировщик сам и строит то есть архитектор он же и строитель а у нас архитектор ему главное сдать про а потом строитель приходит а у него в чертежах ну черти что особенно в рабочих и вы сами с этим сталкивались ты начинаешь говорить слушать переделывай аж такой переделывай проект это по новой пройти экспертизу потому что когда начинается вся это вот строительство никогда ни один проектировщик ни в одном ни в одной стране мира не сделает так как ну а чё уровень проектировщика такой низкий ажи в африке живем уже в россии живем потому что им все время дают по рукам и вот эти еще очень интересный вопрос мы с вами были в одной английской школы которая проектировала захохадин а директор школы закрыл больше половины площадей которые захохадин придумывала искал все это хрень такая нет не нужно и поэтому техническое задание на проектирование должен давать учитель тот который уже долго учил который знает что ему нужно почему наша школа такая получилась хорошая потому что мы с самого начала сказали посадили учителей сказали чего хотите давайте вот набор после этого мы смотрим на эти нормативы гонит такие на мотивы не пойдешь класс должен быть больше с двух сторон помните доски да это нигде это не проектироваться а под этот принципе должно быть запроектировано все вся электроснабжение кондиционирование ну и там дальше 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 все потерь после этого когда учитель вместе с проектировщиком что-то сделает проектировщик должен пойти что сделать получить разрешение строительства нет пройти экспертизу а это тоже отдельная песня потому что эксперты действуют соответствии с нормативами их тоже надо убеждать и ты говоришь проектировщик делай спецразделы иди доказывай всем чтобы это возможно на нашем заказе это возможно но это уже дополнительные деньги мы уже со своей школой три раза проходили экспертизу потому что нельзя все предусмотреть проекте в том числе и у нас нет таких архитекторов которые могут я вам сейчас напомню одну вещь когда мы были с вами в школе в Англии в двух школах до фостер ходит с нами кто ездил учителя архитектор архитектор которого надо было взять за деньги заказчика привести туда искать вот видишь вот так не сделай и он говорил сначала нет 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 а после того как прошел по этим школу я кажется придумал как можно сделать и он же придумал и потом мы пошли еще раз экспертизу и все переделали а в одном долго слушали учителей как отделывать школу а для этого мы поехали куда с вами в Финляндию смотрели лучшие отделки финской школы которая была лучшей тогда все это лучшее мы собрали сделали проект который прежде всего посмотрели и утвердили учителя потом то есть технологи потом который архитектор который не испугался и начал переделывать все что он наделал а этот пришлось дополнительно заплатить ему теперь вопрос девелоптер будет это делать да не в жизни еще один вопрос значит вы говорите заказчики муниципалы да но к сожалению извините меня в россии коррупцию никто не отменял и поэтому секунду секунду подождите есть старая поговорка американская знать что такое слон слон это мышь построена по муниципальному заказу и вот тут возникает ситуация когда цена на школу высокая а реализация ну честно никакая поэтому муниципалы вот сейчас чтоб это я абсолютно согласен с тем что мэр делает правильно он говорит ну-ка давайте пять лучших школ самых лучших и вот так вот стройте мне я хочу чтобы было вот так вот потому что задача сэкономить ну грубо говоря на проектирование настоятельства она стоит перед всеми но это не значит дешево получается подтверждение моих слов разве можно строить школу полторы тысячи это огромная школа но что это означает я видел эти школы одна огромная школа и один стадион да никто не сможет вместиться в один стадион если школа большая но потому что возьмите параллель и поймете сколько будет классно классов заниматься физкультурой как их распределить это же тоже определенное время значит уже возникает дефицит я не уверена что плохие школы за коррупции я думаю что красный девелопер все очень жестко построено я не всего это скорее какой-то бестолковости что ли мы хотим быть лучшими в сфере строительства школ а нормативы у нас еще двадцатого или даже иногда позже века это надо доказывать это лаборатории это деньги дополнительные теперь вопрос мотивация любого девелопера который в общем построен на прибыль подскажите будет он этим заниматься они тоже люди то есть у них тоже есть дети и они тоже есть совесть и они по идее тоже хотят хорошую школу правда по-человечески иногда это тяжело сделать иногда это не первый приоритет но они же люди дождите еще раз вы поймите если заставить любого девелопера жить в многоэтажном доме вот как я это делаю и жить рядом с этой школой и сюда то это будет совершенно другая история как правило руководитель девелоперской компании живет в коттедже и вводит своих детей в другую школу почему мне нравится премьер москвы который сказал ребята вы конечно можете девелопер выпендриваться но вот вам минимум который вы должны сделать вот вам нормативы они должны быть новейшие но это и хотите хотите что-то строить теперь во второй вопрос а почему вы собираетесь строить сначала объекты а потом школа меняем нормативы менять приоритеты нет а теперь говорим давайте вы сначала школу поставьте потому что по идее сначала строится инфраструктура ведь дороги нужно построить сначала детские сады школы по честному а потом докажите людям потому что они уже придут и школа будет стоять что вот в этом доме квартира будет должна стоить на 15 процентов дороже потому что школа вот такая но почти у нас наоборот кстати финляндия в германии не знаю в нидерландах мы были в дании такая история то есть действительно когда славится новый жилой район но площадка выводится предприятие они действительно начинают там со школы почему действительно не знаю финляндии кажется что школу построить это почетно для архитектора и туда привлекает лучший архитектор строить школу там заходить норман фостер какого фига у нас лучший архитектор не строишь подожди секунду у нас есть такие мы с тобой были в летово да парень взял запроектировал еще и в жилые помещения то есть он да и в двух уровнях и вообще то есть это его не остановили то другое не девелопер подожди а почему девелопер то не такие вот объясните то что у них есть задача получить прибыль они должны найти некий компромисс конечно вот и все мы все привыкли собрать с народа деньги забрать свое в качестве зарплаты премии бонусов яхты всего остального остаток оставить на школу а вот нужно делать по-другому как делают это фильм в том числе пожалуйста если вы хотите построить какую-то объектную застроить территорию вы сначала покажите какую школу у финнов не так у финнов девелопер не строят финны строят только город к сожалению да или к счастью не знаю к счастью к счастью так счастлива но это та идея про которые сказали что у норвежцев государственная компания газ добывает а у финнов они строят в результате они получают то что получают потому что муниципалы не будут опять же не коррумпированные муниципалы а просто вот муниципалы которым перед людьми если они сделают что-то плохо их сразу не переизберут и они обязаны перед людьми отчитаться за все это дело поэтому у них получается вот такие школы мы с тобой были школе в английской и там там два инвестора строили школу вот заходить два инвестора которым было то есть ну так как виде благотворительной помощи теперь вопрос а почему в виде благотворительной помощи два инвестора построили потратили 60 миллионов евро и из них помнишь сколько они заплатили за проект почти 15 миллионов евро они заплатили за проект и они построили такую школу который можно гордиться а у нас наши вот эти вот олигархи тратят деньги на благотворительность где в том же лондоне и правда у нас тоже появились олигархи которые действительно вкладываются в школу хорошо спасибо фамилии у нас появился в иркутский проект частный я вижу только одно строить муниципалы и часто строят там где девелоперы обещали не построили а это совершенно другая история это госконтракты и девелоперы которые по идее должны построить сначала школу чтобы дорожать квадратный метр я тут согласен хорошая школа привлекает конечно покупателей возникает спрос соответственно может увеличить цена но к сожалению девелоперы строят по-другому они сначала строят объекты вокруг а потом как из-под палки школу то ну построили школу огромная школа как будто 1100 должно учителей учеников а потом вдруг выясняется что 9 первых классов а это приговор потому что через три года эта школа будет переполнена и это неправильные расчеты это еще одна интересная вещь когда в школу если ты загонишь 500 человек ну где 500 мест это нормальная школа но если туда придет две тысячи то это уже никакая не ничего никакая архитектура не выдержит просто этого и поэтому второй вопрос этому муниципалам и всем остальным а вы скажите сколько на самом деле должно быть школ хватит вы этими нормативами как это жонглируете делаете так что даже в хорошую школу вам нужно напихать столько народу все переполнены вот и все поэтому вот этот разговор о том что ну мы же строю начали строить школу ничего не начали потому что реально мы должны если взять вот просто взять микрорайон и посчитать сколько там детей и сказать слушайте молодежь переезжает и поэтому школ будет два раза больше население меньше не станет значит да школа может перепрофилироваться проблема в чем школы перенаселены у нас две смены и президент сказал что необходимо сокращать количество смен до одной и поэтому нужно массово нарастить число школ до сейчас вся страна строит школу для того что перейти на односменку но поэтому как бы грубо говоря кипя и у властей один количество им пофиг на качество но то есть интересно не обращайтесь то что вы президент вообще никто особенно не выполняет это как случилось детскими садами после того как детскими садами сказали что всех нужно обеспечить от этого обеспечения местами детских садах не увеличилось подождите это точно теперь что касается вообще вот это строительство школ нам начинать с главного кто принимает генеральный план можно я вообще разверну другую сторону вот смотрите мы живем не в африке мы живем россии вот у нас такая история что у нас действительно девелопер строит школу да действительно у нас чиновники дают там иногда не совсем внятное техническое задание я уверена что уровень коррупции сейчас гораздо меньше чем был да конечно куча безобразия и безалаберности осталось но что делать в этой ситуации можем приехать в новый микрорайон который построен вот этими вот девелоперами да и увидеть школу которую без слез не взглянешь но при этом есть тем мало того это новая школа но не уже отваливается штукатурка они сэкономили не только на качестве материалов они еще на качестве робот сэкономить я согласна мы получить и в россии по этому что даже говорит не значит я могу сказать на заре просто я давно живу на этом свете и давно этим занимаюсь на заре начало строительство московской области был такой принцип у многих глав потому что они принимали решение о застройке, что 30% жилья отдадите мне, я продам это жилье, а на это построю школу. Хорошо, это второе. И тогда хозяин строит школу так, как ему надо. Мы согласны в том, что нам нужны нормы хорошие. Мы согласны в том, что муниципалитет может забрать себе строительство школ без дарных девелоперов, а дарные девелоперы пусть строят сами. Третье, мы поняли, что мы против больших школ гигантов. Я согласна. Четвертое, что нам нужны нормальные архитекторы-проектировщики, которые какого-то хрена не идут строить школы, и непонятно, как туда заманить и что сделать. Более того, я категорически против типовых школ. Я считаю, что все школы должны быть авторские, они разные, разные участки земли, разные люди, разные технические задания. И мы не обязаны строить все школы одинаковые. Кто сказал, что так должно быть? У нас индивидуальный учебный план в 548-й школе. 9, 10, 11 классы, они не сидят в классах. В школе Летова они не сидят в классах по 30 человек. Они давно позанимаются по разным группам, 4-5 человека. И вот эта вот распределенная школа, распределенное расписание, матрица этих расписаний, она уже есть в школах. Но им негде заниматься, потому что мы напилили с вами классов по 60 квадратных метров. Хоть ты тресни. У нас есть по 60 и по 30. У нас задание, значит, в каждой школе теперь сделать IT-полигон, какой-то еще полигон. С какого мы там деятельность будем развивать? Что за ужас? Что еще в таком духе мы можем изменить, что действительно позволит нам стимулировать рынок? Например, не знаю, пусть корпоративный клиент устроит школу для себя. Вот вы говорите, когда он строит для своих сотрудников, для своих людей, у него получается круто. Окей, вот это, может быть, вот это вот большая точка роста, когда большие корпорации, не знаю, серьезные большие бренды, начинают строить себе школу для своих сотрудников, своих детей. Но они живут ни в одном месте, к сожалению. И поэтому это невозможно сделать. Вот что еще? Какие системные решения нас реально куда-то вытолкнут, в какое-то нормальное поле? Мы говорим, что департамент образования Москвы и строительство уже пошли по этому пути. Они создали перечень школ, которые считают, ну, не эталонами, но, по крайней мере, к чему надо стремиться. И теперь они стали более вменяемыми. То есть они заказчики, которые на основании даже не иностранных проектов, не надо ездить, как мы, три раза в Финляндию, два раза в Англию, в Айпскул и еще куда-то. А просто пришли и сказали, вот лучшие варианты здесь, люди уже съездили, вот это. Но с учетом наших будущих тенденций в развитии образования, ну, заложите туда еще, ну, на робототехнику, там, еще что-то, вот и все. И вот это специальные классы со специальными, ну, там, подходами, в том числе коммуникации и все остальное. И департамент, если, конечно, можно все испортить, костные вот эти вот чиновники могут все что угодно, но департамент должен учиться сам и все время вносить новые какие-то предложения по проектированию. Тогда все получится. Хорошо, мы поняли, что нам нужно еще... В департаменте образования должны работать, в департаменте строительства школ, в департаменте образования должны работать прям экстремально клево крутые люди. Нет, ну, подожди. Наверное, так и есть. Это так и должно быть, потому что они заказчики. А дальше вот этот вопрос, а кто у нас проектирует? Не тот, кто дешевле, а тот, который показал, что он уже может это сделать. Потому что вот эта возможность дешевизны, ну, давай за копейки, потом, какая нам разница? Да ладно вам, они уже нормальные люди, то есть девелоперы тоже понимают, что они самые дешевые надо брать. Поэтому я и говорю, что тот, кто проектировать должен, должен строить. Потому что он из объекта не уходил. Продолжение следует...